Всем привет, с вами Вивиля Клауд и сейчас мы на открытии вебхаус лаунж-шоп. Женя, привет. Привет, привет, привет. Скажи, вы были первым интернет, одним из первых интернет-магазинов вообще в России, который заработал, запустился и довольно эффективно распространял различные девайсы по всей России. Как вообще возникла идея открытия веб-шопа полноценного, то есть именно оффлайнового уже? К оффлайн-формату мы пришли где-то приблизительно месяца три назад. Нет, на самом деле это было давно, но в первую очередь мы смотрели за тенденцией, как развивается рынок, как открываются другие веб-шопы, что происходит, как у них вообще строятся дела. Немного, так сказать, перенимали опыт на себя, смотрели какие-то ошибки, пытались, чтобы у нас их не повторялось. И вот буквально, да, три месяца назад мы плотно с моим коллегой Алексеем занимались поиском помещения. Почему так долго занимались? Потому что в первую очередь не хотелось, чтобы это было ноль-граунд, подвал или что-то такое для неформалов. Ну и по-моему получилось очень круто, да, то есть открылись на Таганской, первый этаж, грубо говоря, первая линия, да, и даже вот сейчас мы сидим на втором этаже вашего шопа, в лаунж-зоне. Да. По-моему это очень круто. Да, не спорю, нам это, у нас эта идея изначально такая зародилась, и в принципе мы довольны нашим детищем, так сказать. Вот, конечно, есть какие-то моменты там по дизайну еще, которые в процессе уже будут доделаны, но в целом концепция готова, все супер, мы рады, довольны. Слушай, а ты говоришь, что вы начали заниматься этим шопом где-то три месяца назад, да? А сам интернет-магазин запущен был два года или? Два года и три месяца. Мы начинали с форума и сипток, потом мы сделали наш корявенький сайт. Я даже не знал, что вы на форуме начинали, я думал, у вас сразу сайт запустили. Нет, мы начинали с форума и сипток, потом у нас появился первый корявенький сайт, мы работали-работали, нам было комфортно в онлайне, и сейчас нам комфортно в онлайне, и мы не собираемся от онлайн-продаж отходить, потому что регионы все равно требуют, хотят девайсы, режиссер, качественных и так далее, поэтому мы ни в коем случае не будем забывать об онлайне. Ну и, соответственно, спустя все это время мы решили, что онлайн нам тоже нужен, потому что народ хочет прийти элементарно пощупать, попробовать и так далее, а, как правило, продукция, которая представлена именно у нас, не встречается ни в одном другом магазине. Ну да, у вас довольно много оригиналов, то есть и механических модов, и всяких платных интересных, BMI вы привезли, мне кажется, первый в России, кто привез BMI, если не ошибаюсь. Ну и в группе у вас видно постоянно активность какая-то, да, от постоянных клиентов, там и жидкости обсуждают, и девайсы, и спасибо вам говорят, да, за то, что привезли, доставили, за то, что что-то интересное реально, это круто. Слушай, и сейчас буду немножко возвращаться к интернет-магазину, потому что это тоже интересно, вы были одними из первопроходцев, и, насколько я понимаю, премиум жидкость вы первые, да, кто представили на интернет-площадке? Да, мы в первую очередь позиционировались как интернет-магазин жидкости для электронных сигаретных, то есть у нас изначально в нашем ассортименте девайсы отсутствовали. Слушай, ну это звучит как довольно сложно, потому что человек заходит на сайт, читает описание, написать можно что угодно, вот, но при этом он не знает, что заказать, как заказать, то есть вот как вообще боролись с такой проблемой? Ну, начнем с того, вернемся к истокам, к форуму, где люди очень плотно общаются, обмениваются, встречаются, какие-то сходки проводят, обмениваются, те же сами жидкости, пишут свое мнение, рассказывают, и, в принципе, народ читал, изучал, я не скажу, что это был какой-то сложный период с премиальными жидкостями, народ потихоньку вкусил, и хиты Suicide Bunny просто, насколько помню, у нас, блин, ну, по 10-20 флаконов в день у нас уходило всегда, блин, это прям вот, там был вообще взрыв. Слушай, ну а Suicide Bunny сейчас в России, как у них дела? Мне кажется, уже все, да, прошел пик этот. Да, Suicide Bunny, это уже мертвая линейка, если так можно сказать. Ну, то есть, Suicide Bunny, даже не помог им этот ход, сделав они новую линейку Cloud Company, то есть, все равно уже не то. Ну, понятно. Тенденции на рынке сейчас уже немного другие, нужно под них подстраивать, соответственно, производителям. Слушай, а вот так вот сейчас из жидкости, что интересно, о чем интересном расскажешь, там, что-то интересное, может, даже из Штатов привезли или еще откуда-то. Да, жидкость как раз стоит у нас на столе, Dockman, это серия пончиков, их всего три вкуса. Сейчас в руках держишь пончик просто глазированный, еще есть пончик с яблочным желе и с клубничным желе. Ну, я смотрю, прослеживается новый тренд, то есть, это 60 миллилитров, да, то есть, большой объем. У них только 60-ки? У них только 60-ки, да. Какая цена, если не секрет? Брозницу за 60 миллилитров стоит 1750 рублей. О, вполне. За стекло. За стекло, за штаты. Штаты, да, здесь? За коробку, да, за штаты. Круто. Это жидкость известной компании Subominovation. Я, кстати, как-то, видимо, нас на выставке пропустил немножко, не заметил. На самом деле, она анонсирована только у нас, она в Америке очень не анонсирована. Слушай, ну это здорово. Потому что мы в плотных, дружеских, прям, братских отношениях с Subominovation. И Сэм, владелец компании, на выставке и после выставки приезжали, встречались, общались. И он попросил, чтобы именно мы представили эту жидкость. Слушай, ну это вообще круто. Да. А скажи, а вот, раз уж зашла речь о выставке, как тебе Вейп Экспо? Как вот по наполнению, по масштабам, по всему? Да, по масштабам, честно, я скажу от лица всех наших, моих коллег, моих работников, что мы недовольны выставкой, недовольны, в принципе, я не знаю, может быть, проблема была в организации, в расстановке, ну, в общем, как-то было все непонятно, неудобно и как-то сделано так. Ну, и у нас, в принципе, так получилось, что в этот момент мы готовились к официальному открытию, в связи с Умбур, суета, туда-сюда и толком к выставке мы не подготовились. То есть, может быть, это сказалось, я могу ошибаться и прилагать свою вину на организаторов. Может быть, конечно, это из-за того, что мы там как-то подошли неправильно к этому вопросу. Это имеет место быть. Ну, зато получилось привезти первыми в России жидкость, это тоже очень важно. Вообще много интересного для себя нашли именно с точки зрения, ну, вот как вейп-шоп на выставке? На выставке интересного для себя мало. Вот, буквально, пообщавшись с Умбур, у них, кстати, есть новая линейка Flow, они довольно пробовали, она у нас тоже подставлена. Больше, наверное, никого не вспомню, никого не хочу обидеть. Хорошо, давай вернемся к вейп-шопу, ассортименту. Скажи, вот по железу, сейчас все фанатеют от механических модов, у вас их представлено огромное количество, что можешь выделить, что вот такого крутого у вас есть? Крутого могу выделить недавно пришедшие, Manhattan версии 3, от Continuous Quirant. Мы буквально приехали вчера или позавчера. Что еще, что еще? Sub-Zero, это классика в новых цветах, соответственно. Так, считаю, свитч, мод, авиационный алюминий. А, у них жмите еще, да, есть? У них есть медная версия и алюминиевая версия. По-моему, из ваших редакторов даже кто-то. Да, да, да. Вот, что еще? Ну, по метам, в принципе, есть наметки на некоторые компании, на, можно сказать, эксклюзивные какие-то девайсы. Сейчас ведутся процесс переговоров. Ну и, соответственно, в ближайшее время все рассетимент механических модов, именно эксклюзивного варианта будет расширяться. Я понял. А еще вопрос. Смотри, сейчас активно развивается российский рынок жидкости, да? Постоянно появляются новые производители, их куча. Как вы вообще относитесь? Представлены ли какие-то жидкости уже у вас в ипшопе российские и собираетесь ли вообще представлять? Спасибо. Мы очень плотно изучаем рынок российской жидкости. Мы пробуем все российские жидкости. Много кто хотел с нами сотрудничать. Но, увы, критерии отбора жесткие. На рынке могу из российских производителей выделить только две марки. Это ваша жидкость и линейка от компании Work. Они были с нами. Да, да, они крутые. Я согласен. Все. В данный момент мы с моим коллегой не видим других производителей российских, кого бы мы смогли поставить. Не смогли, захотели бы поставить именно у нас на полку. Ну, потому что они не подходят по нашим коллегам. Ясно. Слушай, ну, спасибо за развернутые ответы, похвалу. Смотри, у вас называется лаунж-шоп, правильно? Да. Я так понимаю, что если человек просто приходит посидеть, попарить, да, допустим, перемотаться, то вы абсолютно не будете против, что он у вас находится и еще не покупает. Спокойно. Есть бизнес-центр Станиславский. Соответственно, оттуда очень много сотрудников на обед приходят именно к нам, потому что у нас есть вкусный чай. Кофе, к сожалению, пока что нет, потому что кофемашину мы не успели приобрести, но это все в процессе. Вот. Они приходят, пьют чай, расслабляются во время своего обеденного перерыва, общаются, классно проводят время. Обстановка не напрягает никого, здесь спокойно, тихо, уютно. Можно подняться наверх, даже поспать, мы не будем против. Класс. Да. Слушай, ну у вас еще куча газированных напитков всяких представлен, да, то есть кола, фанта, то есть можно попить и прохладительное в такую жару. Да, конечно, вообще без проблем. А что, кстати, вот ты говоришь, на обед приходят, не думали как-то там еду какую-то завести, может быть, или как-то с кем-то договориться, чтобы можно было... Ну, снеки нам не подходят, потому что не хочется это видеть. Думали насчет кухни, плотно об этом думали, и я думаю, что в будущем, по нашим планам, если все будет хорошо, и следующий шок уже будет с кухней. Слушай, ну это здорово, реально очень классно. Тем более, что большое количество посадочных мест, и есть где реально посидеть, перекусить, отдохнуть. Буду сам к вам заезжать. Да. Слушай, наверное, предпоследний вопрос, как вообще относитесь, ну, 18+. То есть вейпшоп у вас строго 18+, я так подозреваю, да? Да, у нас строго 18+. К сожалению, пока что таблички на двери нет, но это тоже в процессе. По своему опыту, приезжая в магазин рано с утра и видя, если кто-то заходит из молодых парней или девчонок что-то купить, сотрудники мои все об этом знают. Если ты не спрашиваешь паспорт, и я вижу, что это школьник, а ты не спрашиваешь, соответственно, будет штраф. В первую очередь из моего сотрудника. Поэтому к этому вопросу мы подходим очень строго. И вот были недавно ситуации, когда пришел парень, он хотел купить мех, ему было 17 лет, он попросил какого-то дяди на улице, ну, мы это все видели, естественно, мы сказали, что нет, извините, но мы не можем подать. Ну, и была ситуация, когда зашел 18-летний парень с каким-то другом, которому 15 лет, и попросили выйти, потому что, ну, здесь, понимаешь, дело не в том, что ты не можешь купить, если тебе нет 18, ты не можешь войти сюда, если менять 18. Это очень правильная политика. То есть, если нет 18, пожалуйста, ждать на улице твоего совершенно летнего друга. Ну, понятно. А если там, ну, папишопы все по-разному работают, а если вот, допустим, родители, да, приходят с ребенком, там, говорят, там, я не знаю, он там курит уже 5 лет, мы хотим хоть, ну, что-то как-то заменить это, да, то вообще как в такой ситуации будет заступать? Пока что я не могу сказать, как правильно поступить в данной ситуации, потому что с этой ситуацией мы еще не сталкивались. Просто я слышал, что у людей возникают такие моменты в дальнейшопах. Я знаю, да, я тоже слышал об этом, но пока что мы не сталкивались, и на личном опыте я ничего не могу сказать. Если родители покупают и родители одобряют, с одной стороны, почему нет, да, но с другой стороны, опять же, ну, не родитель будет пользоваться, а ребенок, и все-таки родитель должен иметь голову. Это не какое-то там развлечение, хобби. Средство борьбы с курением, да. Мы должны не забывать, что в первую очередь это альтернатива курению. Жень, спасибо огромное. Спасибо вам. Очень интересное интервью, отличный шоу. Желаем вам успехов, процветания, и чтобы еще больше всяких крутых оригиналов было, хоть у вас и так безумное количество. Спасибо большое. И больше вкусной жидкости. Спасибо. Хоть ее тоже отбавляй. Да, спасибо. А с вами был Виуля Клауд. Подписывайтесь на наш YouTube, на все социальные сети, ВК, Инстаграм, Перископ, Фейсбук. До новых встреч. Пока, пока.